Вы знаете, что 13 ноября указом президента я был назначен исполняющим главы администрации Гарского района. Прошло ровно 4,5 месяца. В основном это время ушло на изучение ситуации в районе, по всем сферам жизнедеятельности. И одна из главных задач, стоящих перед нами, это изучение ситуации, связанной с паспортизацией жителей района. Вы знаете, что парламент в ближайшее время должен принять закон о статусе иностранного гражданина. Знаете о том, что работает парламентская комиссия под руководством Аслана Алексеевича, который любезно согласился с нами сегодня провести эту пресс-конференцию. Массовые нарушения закона о гражданстве привели, по моему мнению, к политическому кризису и событиям 27 мая. Вы помните, какую оценку дал секретарь Совета Безопасности Станислав Лагоба, что в стране до 27 мая шел ползучий переворот, который подвергал ревизии итоги войны. Абхазский народ, граждане Абхазии в результате этой незаконной и массовой паспортизации в восточных районах стали на грант того, что судьбу страны в ходе голосования могли решить граждане страны, с которой мы находимся в состоянии войны. Абхазское государство не может себе позволить себе, чтобы главу государства и депутатов парламента Абхазии избирали граждане Грузии, которые одновременно могут избирать президента Грузии и депутатов грузинского парламента. Даже если эти люди постоянно проживают на нашей территории. На вопрос наших политических оппонентов, какая разница, что выдавать врагам, паспорт гражданина или вид на жительство, отвечу, что одним из первых шагов было выявление, арест и порешение суда выдворений страны тех врагов, кто воевал против нас. А почему они жили спокойно вместе с нами бок о бок все эти годы, вопрос для меня риторический. Позже была уничтожена диверсионно-террористическая группа, которая зашла к нам с территории Грузии, занималась запугиванием, убийствами, похищением людей. К сожалению, мы в ходе ликвидации самой одежды группы потеряли наших братьев по оружию подполковника Нерсисяна и российского прапорщика Удальцова. Замечу, что впервые в стране была применена норма закона, по которому тела убитых террористов не были выданы родственникам, а места их захоронения неизвестны. Еще раз хочу спросить, что мешало прежним властям арестовать и судить участников войны против нашего народа в 1992-1993 годах, когда их имена и местонахождение и ранее были известны. На мой вопрос сотрудникам службы госбезопасности, если вы знали этих лиц, почему вы до сих пор не принимали решение, мне был дан ответ, что при всех их стараниях не было политической войны высшего руководства страны. Вы хорошо помните, уважаемые журналисты, как прокуратура из 15 993 паспортизированных в Гальском районе в течение полутора лет выявила всего около 600 жителей, приимевших гражданство Грузии. Вы помните, как власти говорили, что не могут знать, сколько жителей обладают гражданством Грузии, что выяснить это очень трудно. И помните работу в Генпрокуратуре того периода. Они разводили руками, что больше граждан найти не могут. В то же время, полтора месяца назад, согласно моему распоряжению, мы начали проводить опрос, я хочу заметить, именно опрос жителей на наличие у них гражданства Грузии. Опрос проводился в 18 селах Гальского района. Мы никого не пугали, не угрозали, просто мы спокойно объяснили людям требования закона в Абхазии, и люди откликнулись. Хочу заметить, что в массе это законопослушные люди, жители Гальского района. Главы администрации сел провели большую работу, за что я им очень благодарен. Нам также помогали сотрудники прокуратуры, СГБ и милиции. Но основная дорожка легла на главы администрации сел, их замов, секретарей и добровольных помощников. Эта работа теперь позволит нам после принятия закона о статусе иностранного гражданина, всем, кто по факту проживает в районе, выдать вид на жительство или другой документ, позволяющий им спокойно проживать на территории района. Но будет отказано в политических правах и не даст, согласно нашим законам, принимать участие в выборах высшего руководства страны. То есть поставим заслон распространению юрисдикции Грузии на Абхазию. Этого мы смогли избежать благодаря решительным действиям народа Абхазии, который защитил страну еще раз 27 мая 2014 года. На сегодня граждан Абхазии в Гальском районе 200 человек, 280 человек, которые имеют право участвовать в выборах. В результате опроса жителей Гальского района они заявили следующее. Здесь я хочу поблагодарить гальцев за их активность. И видно, что люди соскучились по порядку и доверяют власти. Теперь наш шаг не подвести этих людей. Так вот, в ходе опроса, которым приняло участие 18 071 человек, проживающих в 18 селах Гальского района, о своем гражданстве грузинском заявили 17 372 человек. Это составляет 96,1%. Из 18 000, принявших участие в опросе, это во всех селах Гальского района, у нас 18 сел в Гальском районе, 18 071 человек приняло участие. Из них 17 372 заявили, что они являются гражданами Грузии. Обладают из них паспортами Республики Абхазия 7 127 человек. И заявили, что не являются гражданами Грузии 593 человека, это всего 3,3%. 106 человек заявили, что имеют гражданство Российской Федерации без гражданства Грузии. Я хочу вам сказать, что по хозяйственным книгам в этих селах числится 24 605 человек. Но дети не участвовали в опросе, естественно, до 16 лет. И, естественно, 18 000, это составляет от 24 000, почти 73% с лишним приняло участие в опросе, который мы проводили. Я хочу здесь вам сказать, что мы не коснулись города, самого города Гал. Мы там проводим опрос, но он по разным причинам у нас сталкиваемся с проблемами организационного характера, и он проводится намного хуже. А по всем этим селам мы фактически опрос завершили. Как проходил опрос населения? Вот перед вами лежат книги учета. Они прошнурованы, пронумерованы. Сейчас мы вам покажем. Вот здесь вот. Они прошнурованы, пронумерованы, стоит печать. Здесь на первой столице, вот сейчас мне попалась книга, сведения о гражданстве жителей села Шашиквара Гальского района, республики Абхазия. Опрос жителей проводит глава администрации, Кулуа, замглавы администрации и секретарь. Вот их подписи здесь стоят. То есть они ответственны за это. Был образец, как проводить опрос, разработанный нами. Конечно, он имеет какие-то недостатки. Здесь номер по порядку, фамилия, имя, отчество, гражданство, которым заявляет человек. И данные паспорта гражданина Грузии. Наличие абхазского паспорта да, нет. И личная роспись. Личная роспись мы считали обязательной. Вот заполнено очень аккуратно всеми. Мы об этом говорили. Люди заполняют. Приходит человек, вот Жваня Николай Элгуджевич, заявляет, что он гражданин Грузии. Вот номер гражданина Грузии. Одиннадцатизначная цифра. Я хочу вам сообщить, что в Грузии, оказывается, принята такая форма, что номер гражданина Грузии, у всех за каждым закреплен одиннадцатизначный номер. Этот номер говорит, что этот человек является гражданином Грузии. Личный номер гражданина Грузии. Он стоит один и тот же номер в загранпаспорте. В паспорте, который выдавали автономные власти. Вот данный человек, ему выдано Ачимчирское РУВД. Это имеется в виду Ачимчирское РУВД, автономные республики Абхазия. И другой вид паспорта, который сейчас тоже распространен, который выдается Министерством юстиции Грузии. Он чипованный, карточка такая, пластика. И во всех трех документах стоит один и тот же идентификационный номер. Одиннадцатизначный. И даже в правах может стоять этот номер гражданина Грузии. Мы здесь отметили все, кто выдавал этот паспорт. Идентификационный номер каждого. И каким органам он был выдан. Министерство юстиции, Гальское РУВД автономной республики, Ачимчирское РУВД автономной республики. Они все выдавали эти паспорта. Я вам скажу так. На самом деле, я не ожидал, что Гальский район и жители Гала так отреагируют на этот опрос. Люди стояли часами в очередях. Людям надоел тот беспредел, который дворился. Да, они говорят. Мы по разным причинам взяли паспорта Грузии. Тот для того, чтобы получить помощь социальную. Кто считает себя грузинами, гражданином Грузии. Я не могу каждому в сердце залезть и вскрыть. Но нас пугали. Если мы говорили, что мы граждане Грузии, у нас отбирали паспорта. Их рвали, выбрасывали в реку. Мы шли дальше, чтобы получить те же пособия, которые дает грузинская сторона. Восстанавливали эти паспорта. То есть смысла отбирать эти документы, рвать, выкидывать не было. Но если, говорит, теперь в Абхазии будет закон, по которому мы можем жить на территории Абхазии с видом на жительство или с другим документом, который нам позволит здесь жить, расти детей, мы готовы взять и готовы не участвовать в политической жизни. То есть люди в первую очередь хотят определенности и какого-то покоя в этом деле. Вы могли заметить такую деталь. Вот из 18 тысяч, которые прошли опрос, 7 тысяч всего тех, которые сказали, что имеют паспорт гражданина Абхазии. Это все, 7 тысяч. На самом деле было выдано почти 16 тысяч. Почему такой маленький процент заявивших о том, что они имеют паспорт Абхазии? А маленький процент обусловлен тем, во-первых, мы еще по городу не провели опрос, да? Ну, там в городе всего 7 тысяч живет. Даже если все от того, кто в люльке лежит и заканчивая стариком, даже все это, всем все равно 2 тысячи остаются. Ну, я думаю, что в городе около 4-5 тысяч паспортизировано, реально проживающих в городе. Около 4 тысяч не участвовали с этими паспортами, с абхазскими в вопросе, потому что они живут за пределами Абхазии. В Москве основная часть западной Грузии, которые приходили, они бывшие жители Гальского района, скажем, у него там дом сожжен или что, очень много из них раз в месяц приезжают в сезон Ореха, особенно собирают с этого участка Ореха и даже не платят никакие налоги и обратно уходят. И эти наши паспорта ходят по территории Грузии и по территории Российской Федерации. Ну, по нашим оценкам, мы не можем это точно сказать, от 4 до 5 тысяч таких паспортов. Что вот эти вот книги есть доказательства о преступлениях, о преступлениях, о преступлениях, учащих власти перед своим народом. Когда людей можно было спокойно опросить, я же говорю, мы 4 с половиной месяца всего работаем. Мы за полтора месяца провели эту работу, да, она большая работа, и без всяких проблем люди заявили о своем гражданстве Грузии. Зачем нужно было накалять обстановку, доводить до того, что секретар Совбеза покидал свой пост или был уволен, доводить ситуацию до политического кризиса, когда это можно было спокойно за полтора месяца узнать, провести вопрос, людям выдать тот вид на жительство, который они могли получить, или другой такой документ, и согласно закону о гражданстве Республики Абхазии. Значит, по моему мнению, глубокому убеждению, одна из причин это электорат. Послушный электорат, которым можно было напугать и заставить голосовать так, как они хотели. Более глубокие задачи, конечно, можно только, какие стояли, и завтра превратить из Абхазии во второе грузинское государство. Ну, я думаю, это я отдам экспертам, историкам, которые могут рассуждать на эту тему. В нашей ситуации мы получили 25 тысяч жителей Гарского района гражданами Абхазии. Вы понимаете, что это для нас означало. Это означало ревизию итогов войны, как сказал Станислав Засимович, какую оценку он давал. Наши политические оппоненты такие же патриоты. Они, увидев эту реальную ситуацию, сделают выводы. У нас Абхазия одна, нам не с кем ее делить. И в вопросах национальной безопасности мы должны быть едины. Не может быть здесь других толкований. Следующим мы передадим все эти документы, мы как бы введем их в базу данных свою, чтобы у нас было и передадим все эти документы прокуратуру, которая может видеть, кто здесь у нас. Граждане Грузии, граждане Армении, граждане России, граждане Турции, граждане государство должно знать на территории, население, которое проживает, какими паспортами владеет. Вы прекрасно понимаете, какие, например, Россия приняла закон. Она говорит, заявите, пожалуйста, о гражданстве, втором гражданстве, да? То есть мы хотя бы и должны спросить у населения свое, заявите, пожалуйста, о гражданстве. Это не значит, что кого-то отсюда собираются выгонять. Просто государство, где есть порядок, должно знать, какое у него население, сколько у него граждан в Грузии, других государств проживают на территории. Согласно закону, вы знаете, что разрешено гражданство только с Российской Федерации, двойной гражданства. Вот это одна часть нашей пресс-конференции. Вторая часть еще более болезненной темы это состояние образования, состояние дел в школах Гальского района, потому что там растет будущее поколение, которое завтра вместе с нами должно как бы строить абхазское государство, которое не должно тянуться стать гражданами Грузии. Что мы для этого сделали? Конечно, все вспоминают Азу Агумава и сколько она труда вложила в Гальском районе, низкий поклон ее памяти. То, что сегодня мы имеем в городских школах и в школах верхней зоны, что там ведется обучение абхазского и русского языков, это в основном заслуга ее, ну и тех многих учителей, которые сегодня находятся около 27 учителей, которые придают в Гальском районе, преподают они из Ачимчиры, из других районов Абхазии, из Будавуты, которые приезжают и преподают абхазский язык. Это количество совершений недостаточно, оно должно быть в несколько раз больше. Они получают всего там после этих ставок за то, что они приезжают всего 5000 рублей. Представляете, там с Ачимчиры, из Будавуты каждый день ездят в села, где-то там оставаться и заниматься это низкий поклон им всем. Но в то же время в 11 школах мы имеем ситуацию, в 11 школах это конкретно. В других тоже там есть проблемы, где обучение проходит всех предметов на грузинском языке. Это и математика, и биология, и история. Абхазское государство не против грузинского языка. Наши родители прекрасно помнят, рассказывали нам, и они сегодня живые свидетели тех сталинских времен, когда говорить на Абхазском было преступлением, когда запрещалось не то, что учиться, а просто на улице говорить, как били. Мы, народ, прошедший такое, не можем себе позволить, если человек, этническая группа, проживающая в Абхазии, заявила, что родной язык грузинский, и вот мы вам запрещаем говорить на грузинском языке, вам не разрешат. Так вопрос не стоит. Но сегодня происходит такой парадокс, что в тех школах, где происходит обучение только на грузинском языке, 90% выпускников этих школ владеют только одним языком грузинским. Они отсюда уезжают, они фактически потеряны для абхазского государства, они сюда больше не приедут после того, как умрут их родители, и они останутся в Грузии. То есть Грузия, проводя свою такую политику в Гарском районе, получает результат, что благодаря их усилиям идет вымывание грузинского населения с Гарского района. В то же время те люди, которые остаются, скажем, не смогли учиться в Грузии в других городах, они совершенно не подготовлены ни к какой жизни, они не могут написать заявление, с ним надо говорить через переводчика, языковой барьер это сложный барьер, вы это знаете, и фактически мы получаем людей, которые могут максимум что-то где-то там в лесу пахать землю, выращивать кукурузу, которые не могут быть полноценными членами нашего общества. Абхазская сторона предлагает более патриотическую позицию в отношении к этим людям говорит, что давайте изучите свой язык, умейте на ней писать, читать, но чтобы все примеры проходили на русском языке. И чтобы они заканчивали школу, и у них знание русского языка и абхазского языка было на каком-то уровне, что могли бы и не общаться. Но самое страшное еще в другом, что мы оплачивая труд этих учителей Кальский район на дотации почти 40 миллионов это из Сухума поступают деньги, из них почти 100 миллионов уходит именно на отдел образования, на зарплату учителям, которые получают также заработную плату в скрытой форме, конечно, это надо доказать и в Грузии, особенно в этих 11 школах, где преподается грузинский язык, да и в других тоже. Доказать это нам как бы трудно. Они получают там зарплату, получают и у нас зарплату, она сейчас повышается. И вот сейчас Кадыр нам покажет книги, например, скажем «Окружающий мир», вот это из книг, 4 класс, здесь что интересно, вот стоит печать отдела образования автономной республики, они в Грузии, автономная республика, вот в подтверждение, что эта книга может быть в школе, печать директора школы Абхазской, он тоже свою печать и узаконил эту книгу для преподавания в Гарльской школе, там конкретно, может быть, здесь печать директора Печеровской школы. Фамилия сейчас извините, не вспомню, не вспомню, вот здесь что, здесь говорится, вот мы такие закладки, ну, то, что здесь карта Грузии, 12 регионов, Абхазия в том числе, это понятно. Самое главное, что наше окружение, учебник, они также носят искажения истории, то, что идеологически они вымывают подсознание, что территория Абхазии также является целостность Грузии, они даже вот, мы благодарим Тимура Алиевича Ачугба, который нам помог и в переводе в этой работе, вот дословно могу процитировать из этой книги. Именно из этой книги? Да, территория Грузии делится на 12 регионов, которые со своей стороны делятся на две автономные республики, Абхазия, Аджария, Гурия, Меретия, Кафетия, Цехета, Янда, Рача, Ричхуми, Игвема, Сванин, да, то есть они описывают, а дальше там идет, уже они дают информацию, а здесь детям они дают возможность заполнить графуи, так и они воспитывают. Помимо этого, здесь идет символика Грузии, гипен Грузии на каждом учебнике, то есть это говорит о том, что они распространяют свою диалогу. Помимо этого, если вы позволите, еще есть учебник для четвертого класса, называется Мать и природа. На странице 14-й озеро Рица самое глубокое озеро в Грузии. Понятное дело. Удивительно было бы, если они этого не писали. Нет, удивительно то, что эти учебники в наших школах. Уголки западной Грузии, там Абхазия, Самегрелло, также на этой же странице перечисляются. Более серьезные как бы делать вещи говорятся, конечно, в старших классах. В старших. Учебники истории. Даже не в истории, глобальной географии. К примеру, возьмем здесь даже на странице сепаратистский национализм является источником кровавого этноконфликта. Здесь вот танк нашу войну описывает. А что мы дали в замене? Здесь еще учебник тоже по истории. Наверное, все слышали. Там медведь разбирает там карту Южную Осетию. Ну, здесь конституция с революцией розыск как бы проходит. но в то же время вот такая идеология проходит красной нитью в этих учебниках. Здесь еще очень много материалов т. не очень много цитат. Если историкам просто кто владеет грузинским языком изучить, то здесь очень много материала подтверждающего идеологическое унывание. унывание. Вот, например, книги за 8 класс говорится, Москва начала подстрекать сепаратистские движения в Южной Осетинской автономной области и Абхазской автономной республике. на самом деле не существовали никакие реальные причины для противостояния грузин с Абхазами и Осетинами и Абхазы и Осетины пользовались широкой политической автономией. С 89 года все чаще были слышны требования Абхазов подстрекаемые русскими о независимости Абхазии. Говорится о средней истории, что в средних веках, то есть 17 века года весьма обострились отношения Иванов второго владителя именилился Абхазии. В 17 веке радикально землился этнический став населения Абхазии. Сюда на побережье моря переселяются адыгские племена, которые именовали себя Абсуа. Переселившие здесь Абсуицы стояли на сравнительно низком уровне развития. Их основными занями было примитивное земледелие, скодоводство, охота, хищничество и разбой. Примечательно, что в Абхазии переведена их нарок в теория это 10 класс, учебник 10 класса. Отдел образования каким-то образом контролировал этот процесс? Что они рекомендовали для использования эти учебники? Это же должно было согласовываться не только кстати с отделом образования, и с министерством образования должно было согласовываться. Вы понимаете, когда я разговаривал с отделом образования, сотрудник отдела образования Черказия сказала, что она все эти книги брала в сумку, приносила министру образования Варда, я так говорила, это не ваше дело, занимайтесь своими делами. Я не знаю, она это публично заявит или нет, но в кабинете моем она заявила. Правда, она нам принесла учебники истории Абхазии, которые мы также раздали по гардским школам, но на эти книги было так сказано. Сейчас получается так, что у нас понимаете, сегодня Министерство образования нашло возможности 4 тысячи учебников, это много, большое количество передало в Гальский район, для того, чтобы мы хотя бы в начальных классах русский язык начали изучать в этих 11 школах. Это всего лишь на 11 школ и только учебники русского языка в основном. Других учебников у нас нет, чтобы они обучались стажем 1 класса. Но теперь представьте себе, хорошо, мы все эти книги изъяли, вот сейчас в 8 классе, и дали книги на русском языке людям, которые ни слова не знают по-русски. Ну, дали. Ну, значит, лучше закрыть школу. То есть, мы сейчас должны сделать все для того, чтобы дети, которые в третьем, во втором, пока еще не поздно, чтобы они перешли на обучение по программе Министерства образования Абхазии, а те, которые учатся по методике Министерства образования Грузии, они уже должны докончить. Я сейчас приду и зиму учебники. У меня, во-первых, учебника нету, который я ему должен дать. Я не имею этого учебника. Мы эти учебники планируем к сентябрю, к следующему учебному году. Да, такая жестокая реальность. И он, ученик 11 класса, должен закончить по этому учебнику школу. Вы все сами покупали учебники своим детям. У нас что, как бы, вот ваш район, он на таком положении, когда мы должны дать гуманитарную помощь в виде учебников? Вы знаете, как, я даже не знаю, где можно купить в районе эти учебники. Конечно, магазин. Какой? Ну, какой? Все-таки Тимуру дам немножко передохнуть. Добрый день, уважаемые журналисты, коллеги. С Тимуром мы прошли всю войну, и я немножко хочу выразиться по-военному. Если неправильно сделаешь анализ своих ошибок, то у тебя обязательно будут еще хуже ошибки, похлеще ошибки. Я убежден, здесь сидит Станислав Засимович Лакоба. Тот анализ, который он сделал тогда, когда он пришел в парламент, он был точен, объективен, и действительно это соответствовало действительности. И многие депутаты тогда с этим согласились, не многие, а вообще весь депутатский корпус с этим согласился, он был настолько убедительен. Все постановления, которые мы принимали по Гальскому району, по Чайскому и Чевчевскому, связанные с незаконной выдачей паспортов, был един. И по сей день парламент остается на своих позициях, четкие документы были изданы, согласно этих постановлений парламента были и проведены выборы, и наконец-то мы за последние годы впервые граждане Абхазии определили, кому быть президентом Абхазии. Надо вещи называть своими именами. И то, что сегодня Тимур Хотович озвучил, это подтверждение того, что и Станислав Засимович, и парламентская комиссия, и сам парламент шел по очень правильному пути. Другой путь, он был просто пагубный для нашего государства. Вы понимаете о том, что впервые жители Гайрского района почувствовали, что с ними начинают говорить. Не палками за ними гоняются или со стволом, а с ними их посадили, с ними начали говорить. Им разъяснили, что правда, ничего не грозит для них. И вот то, что мы имеем. Это подтверждение того, что мы изучали тогда тоже. Комиссия никак не действовала по отношению к населению агрессивно. Есть грузины, есть граждане Грузии. Не надо с ними работать. Кстати, между чем есть очень много большого сожалению абхазцев тоже, которые являются гражданами Грузии, которые бегают туда, черт знает чем они там занимаются. Это наша служба государственной безопасности, министерство внутренних сел все эти годы, ничего они не видели, а пришел на дарая, обычный патриот за четыре с половиной месяца вот вам понимаете, опросил, успокоил население, сказал, почистил город, сказал, давайте жить вместе, ну давайте честно жить, а не понимаешь, путем обмана. И вот вам результат, чего мы имеем. И опять, может сегодня найдутся опять оппоненты, которые будут говорить что-то не то. Ребят, мы должны говорить правду, паспортизация это основная часть нашей безопасности. Если мы свои паспорта будем отдавать, раздавать негражданам Абхазии, мы лопнем. Вот я вчера, позавчера видел в интернете, поймали очередного вора какого-то, понимаете, с абхазской, по фамилии Булискерия, с Гальского района, с абхазской фамилии паспорт у нас, у него на руках. Это левый, или правый, или настоящий паспорт, это еще будет Министерство внутренних дел разбираться. Где только не гуляют наши паспорта. Кому только мы не раздавали. Вот этого всего, что он делал, это должны были делать спецслужбы наши. Спецслужбы. Тогда не надо было ни Станиславу Засимовичу, не надо было, понимаете, просто завопить на всю страну, спасайте Родину. И не нам, парламентской комиссии, тем более, этим не надо было заниматься. Что самое удивительное, слушайте, что наши паспорта раздавали гражданам Грузии, что наши паспорта продавали. Весь народ это знал. Только не знал политическое руководство. Только это делали в невиде. Ну, понимаете, до такого сумасшествия мы дошли. К большому сожалению, очень медленно до многих это доходит. Я надеюсь, что уже деваться уже некуда. И долго я ваше внимание не буду занимать по тому, что сказали вот мои друзья по учебнику. Молодцы, грузины. Молодцы. Им пять с плюсом ставить надо. Вот как надо работать. А что мы от того, что Тимур Нодаряев возьмет у них вот эту книжку и сожмет и что из этого получится. Тратиться надо. На эмоциях ничего не сделаешь никогда. Мы что делали? Та власть брали, у кого увидели этот грузинский паспорт, рвали, выбрасывали, не через речку перешли, выписали новый паспорт. Вот это решение вопроса. Вот здесь, а какое решение вопроса? Вот как его решить? силами главы района или министерства образования это не решится, ребята. Это головная боль политического руководства Абхазии. Это враг открытым текстом действует на нашей территории. Это опять-таки его очередной плюс, что он это показывает всему населению. Ребята, это проблема у нас, это беда. Я просто как гражданин и далеко не специалист в области образования скажу, просто одну такую крамольную вещь у меня всегда в голове крутится, я это сегодня публично озвучу. Давно надо перестать в Абхазии закрыть надо все абхазские, русские, армянские, грузинские школы. Не нужны нам никакие национальные школы. Есть абхазское государство, все эти школы должны быть государственные. А пусть там Министерство образования определяет, понимаете, с каким уклоном какая школа где должна учиться. А то мы меняем сюда армянские, абхазские, грузинские. Есть государственные во всем мире так. Есть государственные школы, если хотите национальную школу какую-то открывать, открывайте частную и, пожалуйста, сколько вам влезет, если это законом разрешено. Понимаете, надо с этим делом заканчивать. А формы преподавания это уже определяет Министерство образования, на это у них там методисты сидят, все это разные формы преподавания. Но заканчивать надо с этими грузинскими, абхазскими, русскими. Государственная школа такая-то. И все, там надо ставить точку. Удивительно было бы, если грузины этого не писали. Да они все же, совсем сумасшедшие. Они это не то, что пишут, они это... Они уже сами в это вложили, верят. Они в это верят уже. Так что здесь, понимаете, и политическая воля нужна, и серьезные финансы нужны. Вот. И главное, что они добились, а что вот я вот никогда не люблю своим друзьям, но я вот преклоняюсь перед их работой, что они успокоили население. Понимаете, абхазское государство это не бандитское государство. Чем кто занимался все эти годы там, известно всем. Сейчас это все, понимаете, в интересах государства разворачивается. И там будет результат. И обязательно будет результат. И там подрастет поколение, которое будет и гражданами Абхазии, и патриотами Абхазии. Мы будем вместе с теми, кто нам противостоял, спокойно уходить в мир иной. Надо думать о новом поколении. Тогда у нас все получится. Мы что, одним днем переписать, вот как некоторые говорят, там в 37-м году их переписали, давайте всех перепишем. И что? В итоге они гражданами Абхазии станут? Патриотами Абхазии станут? Это же сумасшествие. Я еще один миф хочу опровергнуть о том, что невозможно выйти из гражданства Грузии. Вот, ну, есть такое, как они, это нельзя, это не... Вот, здесь, пожалуйста, здесь, вот, жители Сагальского района, Кардава, вышла из гражданства Грузии, из гражданства Грузии от указа президента, переведенный на русский язык. Министерство истицией. Это Раиса Кардава. Она отказывалась от гражданства Грузии в пользу российского гражданства, подала письмо и в течение восьми месяцев получила вот эту бумагу. Это произошло еще в 2008 году при президентстве известного политика. Я знаете как, я провожу встречи в Гальском районе. Люди на самом деле, понимаете, мне их вот, с одной стороны очень жалко. Они оказались на таком распуте. С той стороны давит на них Грузия, которая говорит, вы все, вы грузины, вы живете в Грузии и так далее, и тому подобное. люди хотят во многих, почти в каждом селе, когда встречи проводились, вставали люди и говорят, мы хотим отказаться от гражданства Грузии, не хотим вообще туда ездить. Можем ли мы получить потом абхазское гражданство, если мы вот такой документ принесем? Я говорю о том, что, конечно, если человек, житель наш, который имеет вид на жительство, отказывается от гражданства Грузии, у него дорога открывается получить гражданство Абхазии. Но это решение будет приниматься согласно законам Абхазии. То есть, это не моментально он становится гражданином Абхазии, а он должен пройти все те процедуры, которые должны только указом президента. И указом президента получит гражданство. Но это будет шаг, который сделает человек навстречу абхазскому государству, навстречу получения гражданства со своей стороны. Есть люди, говорят, они, вот 563 человека, что мы должны их вычеркнуть, которые на сегодняшний день не имеют гражданства, и согласно цензо-оседлости, они вот 94-99 проживали, 563 человека. Вот, да, они тоже получат в начале вид на жительство, но после определенной проверки СКБ... Четко в законе прописано. Министерство внутренних дел определяет, кто является гражданином Абхазии, кто не является им. Есть одна структура, где четко прописано в законе, никакие другие. Если вот согласно сейчас замены паспортов, Министерство внутренних дел установит, что данный житель действительно является нашим гражданином, никаких проблем не будет ему выдать этот паспорт. вид на жительство является стартовой площадкой для того, чтобы стать гражданином Абхазии. Может стать, но может никогда не стать. Вид на жительство даст им возможность наводить порядок в стране, в районе, вернее. Малейшее нарушение нашего законодательства и вот эти незаконные действия, когда это все будет незаконно, даже любого просто выдворить можно с территории Абхазии без права никогда потом больше сюда появляться. Вид на жительство это, знаете, как висишь на волосинке. Нарушение законов никогда не выдворение из страны получится моментально. Это во всех странах мира, это мировая практика. Не то, что мы абхазцы будем что-то новое придумывать. Так что, там вот эти господа, которые и неправительственного сектора грузинского, которые там крутятся, все вот эти, понимаете, разносят эти книжки и тому подобное, они, им будет вот это, это все даст абхазским властям возможность упорядить ситуацию в этом регионе на основании закона. Не так, как кому-то в голову спорядки. Вот то, что вы сейчас вот это рассказываете, я лично помню, что в 90-х годах в Угальском районе сама делала сюжет в нижней зоне, там как раз фраза такая мне перевели, в Абхазии является самым красивым уголком Грузии. Была такая фраза, помнишь, Роберт, мы с тобой были. Вот, и я хочу сказать, что с тех пор вот это тянется, это не вчера началось, но с другой стороны, вы говорите, что нам прислали книги там по русскому языку, ведь с первого по четвертый класс у нас, например, обучение в абхазских школах проходит на абхазском языке. Вот это, что книгу вы показывали на грузинском окружающая среда, окружающий мир, у нас есть прекрасная книга на абхазском языке, у нас дети учатся на этом языке. Почему же в этих начальных классах не начать обучение, они все равно ни одного языка не знают, они ни русского не знают, ни абхазского не знают, а почему же не начать с первого по четвертый класс обучение на абхазском языке, у вас вообще такая идея возникала, вот я хочу сказать, возникала и проблема в том, что у нас катастрофически не хватает преподавателей абхазского языка. Ну, понимаете, это надо заложить бюджет, это надо создать программу. от того, от того, что вы это здесь сказали, весь мир это услышал, ничего не будет, потому что это было 20 лет, потому что мы не имеем учебник, мы не хотим вкладываться, мы ни копейки в образование вложить не хотим, мы просто, извините, меня скупердяи, а скупердяи платят дважды, а в данном случае платят своей родиной, потому что если бы тогда мы бы положили эти деньги, сегодня мы это имели, а сейчас что, мы настолько бедные, что мы не можем столько-то экземпляров книг выпустить, и чтобы туда послать? Мы все книги к первому сентября по этим начальным классам в нижней зоне, мы все книги, кровь бизнесу задача стоит найти и обеспечить по всем предметам начальных классов. Русские, Абхазские, русские, все вот по русскому и абхазскому языку, все, по всем школам, там, где у нас будет преподаватель абхазского языка и будет уровень такой, мы начнем, как вы сказали, абхазский язык, там, где у нас не будет, будет преподаватель русского, то есть это вы, мы вместе должны работать, это огромная работа предстоит. Для начальных классов, там и на абхазском языке, то, что 4000 учебников обеспечило Министерство образования. Помимо этого, к сентябрю администрация берет на себя обязательство, что всем 11 школам обеспечить учебниками. Все, что в Гальском районе происходит, это национальная безопасность нашей страны. Если мы будем учителю 5000 платить, а работнику службы государственной безопасности 50000, то мы будем иметь ту ситуацию, которую мы имеем всегда здесь. Надо понимать, на патриотизме непатриотичных людей вообще близко к Гальске, ГАУ подпускать нельзя, вот мы, но на одном патриотизме далеко не увидишь. Человек потихонечку превратится в коррупционера по одной простой причине. Ушить-то надо. И это надо понимать. И если мы учители, мы говорим катастрофически не хватает учителей абхазского языка. Да с такой зарплатой он всегда будет не хватать. Надо понимать о том, что если мы туда посылаем абхазы, а тем более туда надо подбирать мужчину, женщину, ты не пошлешь, там уже, понимаете, немножко другие формы, методы работы должны быть. И особенно соответствующая заработная плата. Если мы этого не хотим делать или не можем делать, тогда мы должны об этом открыто сказать. И силами Гальского района опять-таки ни один серьезный вопрос, стратегический вопрос не решится. Это силами политического руководства страны. Других вариантов нет. Мы говорили с министром образования, вот вместо, скажем, начальной военной подготовки открыть дополнительно там зам директору школы по пропаганде абхазского языка, скажем. Или учитель абхазского языка поднять его уровень до завуча школы или там уровня заместителя директора школы, который мог бы проводить пропаганду там абхазского, русского языка в этих школах. То есть министр средство образования с интересом писал официальное письмо, они должны на своей коллегии обсудить эти вопросы и как-то дать ответ. Работа в этом плане ведется. У меня вопрос, сколько сегодня всего в Гальском районе проживает граждан Абхазии и не граждан Абхазии. В Гальском районе имеют гражданство Абхазии 280 человек, а 14 тысяч обладают паспортами ну 15, 16 там минус 600, ну 14,5 тысяч обладают паспортами Абхазии, но гражданство у них по ним аннулировано. А с правом голоса 280 человек. Мы изучили всю процедуру оформления гражданства и выдаче общегражданского паспорта. И вот пункт, который первый пункт постановления парламента, по которому сегодня даны паспорта гражданина Республики Абхазии выданы с рекомендациями комиссии, созданы в нарушении закона Республики Абхазии о гражданстве Республики Абхазии в Гайском, Ачимчирском, Кварчавском районах считаются выданными с нарушения установленных процедур и не могут подтвердить гражданство Республики Абхазии. Полномочия Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляет следующие полномочия. Определяет наличие гражданства Республики Абхазия у лиц, проживающих на территории Республики Абхазии. Только Министерство внутренних дел и только этот орган может определить, является данный житель гражданином или не гражданином. Теперь дальше. Почему мы приняли решение, что не могут данные паспорта удостоверять личность гражданина Республики Абхазия и поручили Кабинету Министра во вводе новых паспортов в ходе замены новых паспортов Министерство внутренних дел четко должно выполнить постановление парламента, посмотреть, кто является гражданином, а кто не является гражданином. Когда мы закончим паспортизацию новую, тогда мы скажем, сколько там граждан неграждан, но Тимур Хутович уже нашим спецслужбам большую помощь оказал. При всем моем уважении это всего лишь помощь. Вот эти материалы первым долгом пойдут в Службу безопасности, конечно, в Естественную внутренних дел и прокуратуру, как он говорит, но это уже есть повод для того, что, понимаете, у наших спецслужб, еще раз посмотри, люди, которые там проживают, они уже заявили, им остается прийти... здесь не просто человек заявил, что он является гражданином, а здесь номер его паспорта грузинского. Когда мы это говорили нашим силовикам в тот период, когда шла комиссия, они в это не хотели верить, все равно каких усилий нам приходилось это все преодолевать. И все это вот здесь сидит Алеша, он прекрасно все помнит, Алеша Диндюля, который тоже ушел в знак протеста и того, как осуществлялась паспортизация. Выявлен ли на сегодняшний день кто-нибудь, кто выдавал вот столько паспортов незаконно нашим врагам? Я волнуюсь, извините. Хоть один человек выявлен сегодня, кто массово раздавал и продавал паспорта из публики Абхазии нашим врагам, которые нас убивали? Я убежден, Алеша. Я убежден, что в ближайшее время страна увидит и президент на Совете Безопасности в жесткой форме перед генеральным прокурором в очередной раз. Его слова президента были таковы, что общество ждет. Мы должны обществу показать, кто же довел страну до такого состояния в плане паспортизации. Задача такая настоит давно, не только, но президент его в очередной раз на Совбезе еще раз подчеркнул. Я думаю, что в ближайшее время в таком составе вас соберет генеральный прокурор и будет вам докладывать. И таких фамилий, как Бутбая, Тарбая, Иналышвиль. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, они все-таки являются абхазами или нет? Я считаю, что те люди, которые хотят восстановить историческую справедливость и хотят вернуть свои исконные фамилии, которые в сталинское время исковерканы, должны иметь такую возможность. Какие процедуры они должны пройти для этого, это должен определить закон. Сколько комплектов учебников вам нужно и какова цена вообще вопроса? Какие затраты нужно, чтобы обеспечить детей учебников? Ну, мы перед пресс-конференцией разговаривали с начальником отдела образования. Учащихся школ, 20 школ Гальского района, 3300 человек, более 3000 человек, всех с первого до 50 года. После того, как отдел образования помог, вот сейчас с 4000 чтобы вот эти начальные классы обеспечить, нужно около миллиона рублей всего лишь с одной стороны. То есть вот в моем районе, например, такая картина. Я поставил задачу, я пришел. Мне все равно за кого вы голосовали, вот у меня 4 месяца прошло, первый предварительный итог, это 6 месяцев, второй 9 месяцев. По итогам, по результатам вашей работы. Только по результатам работы. я сказал начальнику отдела образования, патриоту, Беслану Зайву, первому сентября не перейдут все школы на программу образования, мы с тобой прощаемся. Я об этом буду ходатайствовать, бинарный министерство, только такой подход, больше ничего. В селе Гудава местные жители живут в очень бедственном положении, скажем в основном сейчас там живут одни русские пенсионеры. Скажите, что нужно сделать, чтобы хоть как-то улучшить их жизнь? В селе Гуда, это Приморск, бывший Гарск, проживает около 76 человек. В основном там живут ну, как бы сказать, да, по национальному составу мигрел в Грузии больше, но много русских, около 15 человек. И на самом деле, не без разницы, все они в бедственном положении, вплоть до того, что я министр по чрезвычайным ситуациям, писал письмо, его обращал внимание, он 60 одеял нам привез в район, чтобы там с электричеством. Я все международные организации, которые в Гарском районе у ВКБ всех нацелил, попросил именно, они там разрабатывают программу. Дорога даже туда добраться, это, знаете, на какой-то машине, которая, потому что даже у Азии, которые, такие ямы, когда она заезжает в эту яму, там до лобового стекла машина заезжает, то есть доехать туда. Мы какими-то своими силами что-то засыпали. Вот сейчас дорожный фонд из тех наших средств, что два миллиона, мы миллион, вот сейчас буквально позавчера я подписывал документы, миллион сто тысяч отправляем на том, чтобы своими силами хотя бы привезти эту дорогу. Я вызвал главврача района и поставил два месяца назад, ну сейчас чуть-чуть теплее как бы становится уже задачу, чтобы он туда каждый, каждую неделю два раза, вызывают ли они, не вызывают. Выезжала туда вот эта скорая УАЗИК с врачами, с медикаментами. Сейчас они сказали два раза нам не надо, хватит один раз в неделю, спасибо большое, как бы. Там на самом деле ну надо, по-хорошему там надо проводить эвакуацию населения. Но люди не хотят многие покидать свои дома, ну понимаете, да, они там живут, вот стараемся там как-то вот еще постараемся продукты какие-то им доставить. Я выделил там несколько сот литров солярия для того, чтобы им спахали землю, назначили нового главу администрации туда, более энергичного молодого парня Кутеля, Эмзар. И как бы у нас, и мы попросили, вот вчера мы представителям УКБ работали, говорили там, что они вот предоставили программу помощи по международной линии этому всего. На самом деле там вот репортажи Рой Ног, Агрба, которые он проводит, там прямо в каждом доме можно подряд, постаревшие люди, которым за 70 друг за другом ухаживают, друг молодых вообще почти не осталось никого, ну нету никого. Легальский район был одним из самых богатых, в свое время сегодня он находится на дотации, но всем прекрасно известно, что эти плантации, эти совхозы никуда не делись. Вопрос, куда делись деньги, если все это существует. На самом деле у нас сложилась неплохая команда в Гальском районе, я благодарен всем своим заместителям, тем главам администрации, молодым ребятам, которые приехали из Сухума вместе со мной, наш десант почти 16 человек, это немало, и мы, естественно, ведем работу по возрождению, экономическому возрождению района, как мы смотрим. Вот к тому, что вы коснулись, где богатство Гальского района. Богатство Гальского района растащены, разворованы как самими жителями недобросовестными, которые там есть, так и властями или руководством недобросовестными, директорами совхозов, которые там были после войны. Вы говорите, вот один из больших совхозов, совхоз цитрус совхоз Махудия, который давал до войны 16 тысяч тонн мандарин. Там было сотни тысяч корней этих цитрусовых. В результате, ну, в одно время, конечно, была блокада, когда эти цитрусы невозможно было вывезти, продать. Этот период тоже помню. После этого, в результате нашего хозяйственного мы довели до того, что сегодня осталось там всего 40 тысяч корней и в этом году около 300 тонн мандарин собрали. Но самое интересное, что эти люди платят всего 240 тысяч рублей земельный налог и фактически больше не рубля государства в Гарльском районе. Это государственный совхоз. Часть из него передана в аренду частным лицам. Часть находится в непонятном статусе. Понимаете? Более того, нам недавно попался документ, в котором мы увидели, что там были, оказывается, заложены еще самые популярные культуры. Вы знаете, это орех в Гарльском районе. И мы сегодня буквально несколько дней назад узнаем о том, что там были заложены в советское время плантации орехов и государственные сотнями. Сегодня ни одной официально в управлении сельского хозяйства не числится никакого ореха. Вдруг в селе Нижний Баргепи узнаем, что 45 гектаров ореха плантации ореховых оказались неучтенные, за них никто не платил налоги. За них никто не платил налоги. Когда мы пришли, главу администрации спросили, она говорит, после инвентаризации приезжали люди с администрации руководства и сказала, что это к вам не имеет отношения, к сему это имеет отношение к лесхозу. Мы взяли бухгалтерию лесхоза, баланс, ни одного гектара там не числится орехов. Теперь мы начали тех, кто смотрит за ним, вызывать. Те начали от нас спрятаться. Вчера мы позвонили сотрудникам службы госбезопасности прокуратуры. Выходит, что налоговая, которая занимается непонятно, 45 гектаров ореха посевы почищены, люди за ним убирают. За то, что это убирают, они обрабатывают, они забирают половину урожая, как они говорят, а вопрос стоит, как вы правильно предметили, а кому вторая половина. Вот будем выяснять, кому эта вторая половина шла. Государству оно не шло, нигде нет ни одной строки. будут заниматься. Вы по комплексному плану тоже заложены плантации по ресторану. Да. Ну, по корме. нужно, эта плантация в нашем Баркеле, сколько вам тонн орехов собирали, а о каком урожае есть? Ну, с 45 гектаров это минимум 45 тонн орехов. Это самых таких. Для пояснения, понимаете, если это в деньги перевести, по нынешним ценам, это больше 12 миллионов. Ну, по нынешним. Правда, Бюджет района всего 30 миллионов. 12 миллионов рублей. Одна плантация полностью сборная. ты понимаете, там в нее вкладывали люди, как бы, если даже, ну, это, скажем, если это половина люди, которые там вкладывали, забирали, ну, 6 миллионов, потому что сегодня цена орехов возросла почти в 4-5 раз. По комплексному плану что изъедут? По комплексному плану вот там хлебозавод был отремонтирован. Вот вы справку... можно и про них тоже сказать. Я говорю о плантациях, которые... Плантации, которые были заложены в Гальском районе, ну, ситуация такая, что где-то было заложено больше ста гектаров ореха. Половина из этого ореха просто сгнила, высохла. Они до сих пор официально приезжают научно-исследовательская института НИИ Айба. Они написали мне письмо, расторгнув с ними договор. Редактор субтитров А.Семкин